С нами на связи Геннадий Рябцев, эксперт энергетического рынка. Геннадий Леонидович, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте, и вам рад видеть. Взаимно. Ну, Геннадий Леонидович, смотрите, вот, а я бы не знаю, даже можно было бы вот так сказать, что Россия реально на сегодня, она утратила вот этот статус надежного поставщика ресурсов. Я бы это, знаете, отметил, а, наверное, кому как, скорее всего. Да, вот давайте с вами внесем ясность, да, и за счет чего сейчас России удается покрывать вот те издержки военные, ну, на которые она раньше рассчитывала больше, сейчас, скорее всего, меньше. Но так или иначе, вот этот энергетический базис в плане доходов у нее так или иначе присутствует. Вот тут бы и разобраться, а как сделать так, чтобы эту базу у нее и дальше, знаете, убирать, подрезать эти статьи доходов, чтобы все меньше денег оставалось на войну? Безусловно, ненадежным партнером Российская Федерация официально считается для государств, членов Европейского Союза, для США, для Великобритании, для Канады, других стран британского содружества. И это признано уже не только на словах, это уже признано на уровне официальном, на уровне включения соответствующих компаний в список тех хозяйствующих субъектов, с которыми лучше не подписывать соглашение. Безусловно, что рекомендационные списки есть в любом государстве. Они могут быть обнародованы, они могут быть скрытыми от общественности. Однако, даже при отсутствии таких списков, большинство транснациональных корпораций, больших компаний, которые ставят во главу угла социальную ответственность и соблюдают стандарты, неписанные или даже писанные стандарты социальной ответственности, предпочитают не иметь дела с теми, против которых, теми компаниями, теми государствами, против которых введены санкции. Это и иранские компании, это и афганские компании, это и компании ряда стран Африки, это компании из Северной Кореи, ну вот теперь и компании из Российской Федерации. Прекрасная у них компания, вот теперь уже как в качестве тех, кто сидит рядком и разговаривает о будущем. Ну, замечательная, просто вот даже Советский Союз имел лучших друзей вокруг себя, чем имеет сейчас Российская Федерация. Но это не означает, что нежелательными российские компании являются для всех, без исключения государств мира. Мы видим, насколько выросли поставки энергетического сырья в страны азиатского, на азиатском континенте. И это вполне объяснимо, поскольку ни Индия, ни Китай не присоединились к режиму санкций экономических против Российской Федерации. Да и страны Латинской Америки также не спешат это делать, несмотря на оптимистичные для Украины заявления. И компании этих государств вполне заинтересованы в получении сырья по ценам, которые значительно ниже рыночных, где-то там на треть, если говорить о цене сырой нефти. Но опять же, и они, видя те санкции, которые вторичные, которые вводятся Соединенными Штатами, и слыша обещания тех же самых Соединенных Штатов инициировать введение нового пакета санкций против компаний, которые стремятся обходить лазейки в законодательстве, и они стремятся уже больше думать и делают свой выбор. И этот выбор заключается в том, что или они в опасении, опасаясь этих санкций, прекращают сотрудничество с компаниями, которые поставляют сырье, вдруг замечая растущие из офиса в этих компаниях российские уши, или они требуют большей наценочки или большей скидочки, в зависимости от того, что имеется в виду, наценочки на предоставляемые ими услуги, услуги страхования, услуги транспортировки, и скидочки на то сырье, которое они перевозят. Ведь тогда они рискуют очень многим своей деловой репутацией, в кавычках и так далее, перевозя российское сырье. Поэтому самое главное здесь, чтобы Великобритания, чтобы Соединенные Штаты не останавливались в введении вот этих вторичных санкций. Почему я назвал именно эти два государства? Потому что именно на их территории расположено сейчас основное количество тех страховых компаний, которые предоставляют услуги финансового характера по предоставлению страховок тем компаниям, которые транспортируют энергетическое сырье. Как раз, Геннадий Леонидович, продолжение этой вашей мысли немного расширим. Соединенные Штаты работают над новым этапом внедрения потолка цен на российскую нефть. Основные направления введения санкций против тех, кто обходит ограничения, а также увеличение сдержек РФ при транспортировке морем нефти. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника Минфина США по экономической политике Эрик Ван Ностранд. По его словам, Штаты ищут способы повысить издержки теневого флота России, чтобы препятствовать его дальнейшему расширению. Также, если Кремль решит инвестировать во флот дополнительные средства, он будет вынужден брать деньги из военных расходов, заявил Ван Ностранд. От экспорта энергоносителей основного источника доходов Кремля снизились на 44% по сравнению с прошлым годом, что вызвало общественную тревогу со стороны российских экономических чиновников. А поскольку эта цифра не учитывает большие расходы, которые Россия понесла, пытаясь построить альтернативную экосистему кораблей и услуг, реальные экономические потери для Кремля значительно выше. Эрик Ван Ностранд, исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике. Геннадий Леонидович, а кто может в этом смысле помочь России в этих ее логистических проблемах? Могут ли это быть страны, заинтересованные в российских энергоресурсах, страны ближнего зарубежья, входящие в альянсы экономические союзы с Российской Федерацией, несмотря ни на что? Ну, учитывая то, что вы сказали, и мы процитировали чиновника американского Минфина, судя по всему, именно в эти точки будет сейчас Запад бить. Безусловно, страны СНГ вряд ли смогут помочь Российской Федерации решить проблему морской транспортировки энергоресурсов. Ни Узбекистан, ни Киргизия, Киргизия, так в Российской Федерации, они же не уважают название, самоназвание государств. Вот, ну, у них нет выхода к Мировому океану, и вряд ли есть флот своих собственных танкеров. Вот, но что касается азианских государств, ну да, я думаю, талибы с радостью будут сотрудничать с Российской Федерацией. Ну, Хамас, может, им сейчас вот нужно нефть и нефтепродукты, ну, может, у них там что-то найдется, может быть, найдется там у хуситов что-нибудь в Йемене или там еще где-то. Ну, да, сейчас, по большому счету, российские трейдеры рыщут по всему свету, собирая по крохам тех потребителей, которые не прочь закрыть глаза на то, что против Российской Федерации введены санкции. Ну, и мы видим это по тому, насколько широко вот эти вот все танкера сейчас уходят по Мировому океану. В принципе, это пока транспондер включен, можно проследить эти маршруты. И эти потоки, если раньше они шли, ну, вот, как говорят чисто конкретно в Китае и Индию, то теперь они, в общем-то, расползаются по всему миру, так как даже индийские компании, о которых с таким воодушевлением рассказывали, бывшие российские эксперты, которые почему-то превратились в пропагандистов, они сейчас уже проявляют очень серьезную настороженность. И рост поставок почему-то, вот этот рост поставок, он почему-то прекратился именно на индийский субконтинент. И это прямое следствие тех ограничений, которые вводятся. И несмотря на то, что Индия уже давно независима, но все-таки британское влияние и влияние англосаксонского мира на это государство очень велико, очень тесные связи этих государств. И подтверждением этого является национальность британского премьер-министра. Далее хотел бы поговорить, смотрите, о еще одной истории по поводу того, что сейчас происходит с поставками российского газа. Так вот, поставки газа из Российской Федерации в страны Европейского Союза по итогам 2023 года упадут на 65% и составят около 20-25 миллиардов кубометров. Это примерно в 7 раз меньше, чем в довоенном 2021 году, когда в страны ЕС было поставлено 140 миллиардов кубометров газа, говорится в отчете Международного энергетического агентства. Но его эксперты прогнозируют, что в 2025 году будет следующее резкое сокращение поставок газа из России в связи с окончанием транзитного контракта Российской Федерации с Украиной. Геннадий Оленович, ну вот если говорить не о нефти, а о газе со стороны Российской Федерации, допустим, продажа падает, все больше стран отказываются от него, и вы уже отметили, что, в принципе, и сама потребность, ну, к примеру, Индии в энергоресурсах со стороны Российской Федерации не такая, какая была раньше. Скорее всего, эта история касается и Китая, но там вопрос в том, насколько Россия готова демпинговать. Это вопрос один к вам. Ну и второй в целом, а что будет, если вот, ну, не будет куда продавать? Или всегда найдется тот, кто позарится на меньшую цену, да, с большими угрозами себе любимому. Да, мы понимаем, что сейчас и страны работают над тем, чтобы все меньше компаний, все меньше групп, все меньше стран помогали России обходить, да, те санкции, которые уже внедрены в отношении самого Кремля и в целом Российской Федерации. С нефтью тут легче. Вот санкции, которые были введены, они все-таки касались не более 45-47% российского экспорта. То есть это означает, что 55% российского экспорта нефтяного продолжало поступать в государства, которые нуждались в нем. было переориентировано из этого. Вот я прогнозировал, и мои коллеги, с которыми я работаю, мы прогнозировали, что удастся переориентировать не больше четверти того, что попало под запрет. Ну, мы ошиблись, удалось переориентировать едва ли не половину того, что попало под запрет. Но, тем не менее, это же означает, что все остальное пристроить не удалось. Да, мы ошиблись в объемах, но все остальное пристроить не удалось. И его не удалось реализовать нигде. И это означает, что сократилась добыча. И даже по официальным данным она сократится. Хотя Россия закрывает всю статистику нефтегазовую, но по косвенным признакам все равно можно заметить, что дела у нефтяных компаний идут ой как плохо. А что касается газовых компаний, то тут даже уже скрывать не получается. Газпром провалился, Газпром превратился из одной из ведущих компаний мира в такую внутреннюю компашку, которая обслуживает в первую очередь нужды российских потребителей. Да, он еще большой, но все эти самые мечты о том, чтобы стать акционерами Газпрома, уже не звучат в песнях российских артистов. Сейчас Газпрому вообще не удается ничего переориентировать, потому что в отличие от нефти, где можно купить ржавое корыто и отправить его Хамасу, нет возможности такой вдруг построить трубопровод и куда-то направить российский газ. Поэтому все, здесь уже минус 25% по меньшей мере в добыче. Я думаю, что эта цифра, она будет расти уже, и мы увидим это уже в следующем году. Спасибо вам, Геннадий Леонидович, за этот разговор. Благодарим. Благодарим Геннадий Рябцев, эксперт энергетического рынка, был гостем нашей студии. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры сделал DimaTorzok